Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дашун, тише! Блин, какой! Не трогай меня! Хорошо? Скажите, а вам правда малыша подкинули или он опять врет? Правда. Сообщения он вам какие-то посылал? Вы рожали от него ребенка или нет? Никого я не рожала, я давно заблокировала его номер. Слушайте, может у него в городе кто-нибудь есть, не знаете? Откуда я знаю? Разбирайтесь сами с этим козлом. Даша, Даша, Дашунь, Даша, давай мне ключи, я поведу, а ты успокоительные принёшь. Да я спокойна, Нина! Я спокойна! Как это вообще может быть? Я не понимаю, семь лет, семь лет мы с ним жили. Он мне изменял на право, на лево, а ты думал, там все три года отнесли. Дашунь, мы домой едем, да? Дура, я верила. Да, мы едем домой, правильно? Значит, ты едешь, я отвезу тебя на вокзал. Я еду за ним. Зачем? Убедиться? Какое количество любовниц у моего очень верного мужа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Нин, я бы тоже ему врезала. Я ничего не понимаю, у него что, в каждом городе любовницы? Пошли. Он что, извращенец? Я так понимаю, что это только бывшие, а есть еще и настоящие, про которых он точно знает, что в этом году никто из них не забеременел и не родил. Ты права? Так, ну все, поехали домой, а? Или так и будешь мазохизмом заниматься. Поехали. Давай ключи, все равно нет состояния, я поведу. Приветствую. Привет. Привет. Куда пропала? Дела были. Что соседи? Поверили, что подкидыш от Олега? Да. Помирились. Теперь у них все хорошо. А ты чего грустная? Что, Олег, ты ему рассказала? Простил? Женька, у него куча любовниц. Он теперь ездит, всюду среди них ищет маму подкидыша. У кого любовниц? У Олега? Я сама их видела. Всех. О, черт. Значит, правду ты ему так и не сказала. Я не успела. Теперь уже нет смысла в этом во всем. Прости, я втянула тебя в это. Прости, я не знаю. Отлично. Субтитры делал DimaTorzok Я развожусь с тобой. Это, кажется, твое? Это тоже ты покупал. Ты чего? Это все из-за этого глупого, явно ошибочного теста? Я следила с тобой. Что? Я видела всех твоих любовниц. Динка надо убила. Ты думаешь, я такая идиотка? Я сама не могу додуматься. Все, забирай, пошел вон. Даша, послушай, пожалуйста, внимательно. Все не так, как ты навоображала. Да неужели? А как? Да эти женщины, они для меня ничего не значат. Понимаешь, это прошлое. Я встретил тебя, полюбил, и их бросил. А мне кажется, было по-другому. Это они тебя бросили, потому что поняли, какая ты сволочь. Так, вот ты и сейчас договоришься. Ты чего? До развода? Так я сама тебе с удовольствием его дам. Или что, может, ты пить меня начнешь? Спокойно, спокойно. Мы все решим цивилизованным образом. Давай цивилизованно пойдем в ЗАГС и разведемся. Нет, нет! Стоп! Развода не будет. Ты что, хочешь мне карьеру поломать? Ничего, что ты мне жизнь поломал. Ты неплохая у тебя, между прочим, жизнь. И будет еще лучше. Я с тобой жить не буду, и точка. Я тебя услышал. Тогда давай сохраним брак фиктивно. А, сейчас. Даша, у меня Динеш, ты его видела. Если я разведусь, то все, это конец. А я готов тебе платить каждый месяц 300 долларов вместо твоей этой вот зарплаты, на которую не проживешь. Плюс к ней это будет очень даже неплохая сумма. Да? Ты... Очень хорошо. Ты слышишь, что ты говоришь? Ты что, покупаешь меня? Как и этих своих? 500. 500. И никаких сексуальных обязательств. Убирайся. Пошел вон. Убирайся. Давай. Квартиру мои родители покупали. Ты не имеешь на нее никакого права. Так я тебя засужу, поняла? Тебя и твою лабораторию. Что? Что слышала? Что, страшно? Я найду лучшего адвоката. И вашу шарашкину контору под плентус закатаю. У меня есть все основания. Незаконный забор генетического материала у меня. Раз. У подкидыша. Два. Тест ты сделала нелегально. То есть, мимо кассы. Три. Да и вообще твое заключение не имеет никакого законного основания. Это подлога. Это преступление. Четыре. Ты с работы пробкой вылетишь. Вместе со своим этим лаборантом. Дружочком. Ты не сделаешь этого. Не сделаешь. Скандал коснется и тебя. Поверь ты мне. Если я лишусь должности, догоряну все огнем. Ну, вы договорились? Или мне уходить? Черт с тобой. Оставайся. Вот и хорошо. Не трогай меня. Как скажешь, любимая. Спать на диване будешь? Да, солнце мое. Милая, пора ехать. На работу опоздай. А я еще не готова. Ну, ладно. Поехали. Анжела, да, это Даша, привет. Я понимаю, ты слишком нагла с моей стороны, но у меня к тебе еще одна просьба. Даша, быстрей. Даша, быстрей. Даша, у них скоро закончатся совещания, быстрей. Даша, у них скоро закончатся совещания, быстрей. Деда, спасибо. Нашла? А что конкретно ты ищешь? Может, мне на глаза попадется? Так, один документ. Слушай, слушай, что у вас там вообще происходит? Вы наследство какое-то делите? Типа того. Спасибо тебе еще раз за помощь. Прости, больше я тебя не потревожу. Пока. Ну, пока. Какой? Подпишись. Какой? Какой? Когда? Осторожно. Я не видел! Нашла бланк, дорогая? Нет. И не найдешь. Ключи. На выход. Домой. И больше меня не зли. И ты смирилась. А что мне остается делать? Плюнуть на все и разводиться. Нельзя из-за угрозы увольнения жить с манипулятором и предателем. Одним увольнением дело не ограничится. Олег раздает такой скандал. Под ударом окажутся все сотрудники лаборатории. Заявят, что у нас постоянно незаконные тесты проводятся. Пришлют комиссию, начнут расследование. Не дай бог выяснится, что результаты теста были подделаны. И что, отец подкидыш и Валерка? Пасечники разведутся. Нас с тобой вообще уволят, что мы не сможем нигде работу найти после этого. Даша, ты нагнетаешь. Неужели твой Олег настолько подлец? Настолько. Ты хочешь убедиться в этом? Я нет. И что дальше? Всю жизнь будешь терпеть мужа-придурка? Надеюсь, что Олег уже скоро получит свое повышение. Ему будет неважно, женатым или нет. Мы разведемся, не афишируя ничего. Ой, все. Здравствуйте. Добрый день. А я вот еще принесла малышу. А где он? В больницу забрали. Как в больнице? Что-то серьезное? Обнаружили пилоростонос. Сужение привратника желудка. Будут готовить к операции. Как операции? Он же маленький такой. Ну, по-другому эта аномалия не лечится. А если ничего не сделать, малыш может погибнуть. Олег. Олег. Мне нужно с тобой поговорить. Дарья, мне сейчас совсем не до разбора. Олег, это очень важно. У меня проблемы на работе. Ессин, зараза, вообразил себя эффективным менеджером. Представляешь? Устраивает тимбилдинги, мозговые штурмы. И знаешь что? Динеш уже сомневается в моей кандидатуре. Вот черти, блин. Олег, это очень важно. Это касается ребенка. Какого ребенка? Олег, сына твоего. Ну и что с ним? У него аномалия развития желудка. Я была в больнице, разговаривала с врачами. Он сейчас в реанимации. Его собирались готовить к операции, держать под капельницами. Три дня. Но началась какая-то жуткая пневмония. В общем, он очень в тяжелом состоянии. Олег, послушай меня, ему нужна помощь, лекарства. Деньги на лекарства. Поможешь? Ты навещала моего сына? Ну, конечно. Я думал, ты его ненавидишь. Олег, как можно ненавидеть ребенка, да еще в таком тяжелом состоянии? Я все понял. Ты скучаешь по мне, да? Поэтому к нему поехала. Олег, думай, что хочешь, ты деньги дашь? Конечно. Все, что пожелаешь. Иди сюда. Ты что делаешь? Мы же договорились с тобой. Посмотрят. Нинондра, сумку забыла? Привет. Здрасте. Привет. Привет, соседи. Пойдем в кино. Пойдем, идем. Говори, какие лекарства. Вот. Весь список. Я тебе сейчас прочитаю. Анжела, вот так. Все? Крепим. Ага, да, да. Так. Как? Чуть-чуть выше правы, да. Правее. Нормально? Ага, хорошо. Да. А что это? Здравствуйте. А, мы с женой пытаемся помочь этому ребенку. Он, как бы, сирота, тяжелое заболевание, требуется деньги на операцию. Вот решил бросить клич среди сотрудников, собрать необходимую сумму и спасти жизнь. Это по малышу. Чайный ты. Да, да. Благодарительность – это священный долг любого человека. Здорово. Я тоже хочу помочь этому ребенку. Спасибо. У вас очень доброе сердце. Я дома. Дашуй. Ты где? Привет. Смотри. Собрал кучу денег для нашего малыша. Поедешь завтра со мной в больницу. Что значит нашего? Ты же хотела ребенка. Стоп, это запрещенный прием. Даш, погоди. Слушай меня внимательно. Понимаешь, меня осенило. Это же наш шанс. Наш с тобой и Витин. Какой Витя? Мальчик. Пусть он будет Виктор. По жизни победитель. Если не нравится, выбирай любое другое имя. Олег, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Давай его усыновим. Я думаю, ты в курсе, что я не нашел его мамашу. Это какая была какая-то мимолетная интрижка. Какого подробностей и твоих похождения меня вообще мало интересует. Я знаю, прости, но ребенку нужна семья. Он совсем один, и он такой маленький. Ему нужна забота, тепло, любовь, в конце концов. Даш, ну кто, если не мы? Если ты таким образом пытаешься меня вернуть, то напрасно. Нет. Я хочу спасти сына. И обеспечить ему достойную жизнь. Даш, я хорошо тебя знаю. Ты будешь самой лучшей в мире мамой. Ну подумай. Тяжелобольного ребенка никто, кроме нас, не возьмет. Он останется один. А я уже позвонил в органы опеки, договорился. Завтра нас ждут. Нет, если тебе все равно, я на это меню. Это не проблема. Подожди. Я согласна. Это ненормально? Мазохистка? Не смей ставить на себе крест. Рано или поздно разведешься с этим своим уродом. Встретишь нормального мужика. И сможете тогда установить другого малыша. Я нужна этому малышу, а не другому. Это Олег тебе внушил? Манипулятор, охрен. Нет, я сама так чувствую. Я вмешалась в жизнь этого малыша. И я несу за него ответственность. Непонятно? Непонятно. Ну совершила ошибку, со всеми бывает. Что теперь, всю жизнь за это расплачиваться? А ты правда считаешь, что ваш ребенок будет счастлив в этой вашей фиктивной семье? Ты что, ты орешь на меня? Я всю жизнь с Олегом прожила. Может быть, я только сейчас понимаю, как сильно им дорожу. Ты серьезно? Мазохистка, делай, что хочешь. Садись, поехали в органы опеки. У меня есть еще время, я сама доберусь. Так, Дарья, давай ты не будешь демонстрировать независимость. Нас должны видеть вместе. Помнишь? Садись. Помню. Да, кстати, и давай пока не будем говорить никому, что ведь и мой сын, хорошо? Ну, малый инспектор начнет копаться в прошлом или на работу позвонит. Сама понимаешь. Понимаю. И, кстати, Нинке, скажи, чтобы она никому не проболталась, а то она со мной отказывается общаться. Скажу. Вы знаете, мы вместе уже давно, и уже пять лет пытаемся завести своего ребенка, но, увы. И поймите, как только мы увидели этого подкидыша, мы оба в него буквально влюбились, понимаете? Глупо признаться, но между собой мы уже называем его сыночком. А вы в курсе, что мальчик тяжело болен? Разумеется. Разумеется, никакие трудности нас не пугают. Деньги вообще, это не проблема. Мы же все собрали вот на операцию, на лекарства, все это передали врачам. Если надо, поедем за границу. Ну, за границу в ближайшие месяцы не получится. Усыновление – это очень длительный процесс. Вам понадобится собрать массу документов, закончить курсы будущих усыновителей, пройти собеседование с нашими психологами. И это только в том случае, если не найдется в ближайшие месяцы мать. Очень жаль. Мы вообще-то надеялись усыновить его уже завтра. Но надо так и надо. Значит, доботемся терпением и сделаем все, что вы скажете. Правда ли, Библия? Нет, Даша, я не могу понять. Мало того, что ты… Осторожно. Мало того, что ты ему все измены простила, так ты еще и его ребенка решила усыновить. Ты святая, что ли? Нет, ты знаешь, как сильно я хочу ребенка. Ну, не от любовницы же мужа. Ладно, все, я молчу, а то мы опять поссоримся. Я только одного понять не могу. А как он тебя уговорить-то смог? Он тебе что, золотые горы обещал? Или что, не изменять никогда? Я… Я сама от себя этого не ожидала. Решила дать Олегу второй шанс. Не, ну ты точно святая? Здравствуй, малышка. Как поживаешь? Да, да, я тоже соскучился. Может, увидимся? Давай, заеду сегодня. Да. Я приеду, да, моя хорошая, конечно. Конечно, да, я… Целую тебя, крепко целую. Давай, пока. Что? А ты не понимаешь. Что не понимаю? Ну, как у меня из спальни, выставили секса, у меня нет? А мужские потребности есть? Нет, конечно, если ты хочешь… Ну, трогай меня, не хочу. Ну, тогда я, правда, не понимаю, в чем дело. А ребенка как ты собираешься воспитывать? Он подрастет, узнает, что у его папочки куча любовниц. Об этом ты подумал? Дашенька, если его мама не будет кричать о том, что у папы куча любовниц, он ничего не узнает. А, кстати, я записал нас на курсы молодых родителей. Что? В эту пятницу вечером помить себе. Спасибо, что предупредил. А если у меня дела? Какие у тебя дела? Свидание? Даю дело. Стоять! Кругом. Помоги мне с галстуком, пожалуйста. У меня сегодня важная встреча, я должен быть безупречен. Олег Борисович, вот отчеты, которые вы просили. Спасибо. А как малыш, ему уже лучше. Вы знаете, тяжелое состояние, я верю, что он выкапкается. Мы с супругой решили его усыновить. Правда? Какие вы молодцы. Спасибо. Анжела, я только попрошу, пожалуйста, между нами никому. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я таким образом пиарюсь. Конечно, я никому. Спасибо. Олег Борисович, я никому. Старик, это правда насчет ребенка? Ну да. Олег, поздравляю тебя. Это так круто, что вы решили спасти малыша. Светочка, ну кто, если не мой, да? Ты же понимаешь, этим детям нужны именно... Давай потом. Ой, извините. Поздравляю тебя. Благодарю. Благодарю тебя. Благодарю тебя. У меня не могу. Благодарю тебя. Свет выключу, что такое? Сработало! Что сработало? Пьяный что ли? Короче, Динеш узнал, что мы усыновляем малыша. Есин в пролете, а я вуаля! Новый директор компании. Подожди, я не поняла, ты ради этого ребенка усыновил? Какая ты скучная баба, Дашка. Ну, порадуйся за мужа. Я за тебя рада. Это все? Все. Это не все. Послезавтра Динеш улетает. Поэтому завтра я пригласил его к нам в гости. Как гости? Зачем? Поблагодарить человека за назначение. А я здесь при чем? Веди его к одной из своих любовниц. Сбавь тон. И веди себя прилично, чтобы вечер получился не хуже, чем предыдущий. Ты поняла? Я ничего готовить вам не буду. Нинка пускай приготовит. Она вам не кухарка. Так, значит, ты сейчас сама все закажешь в ресторане. Понятно? Вот тебе карта и улыбайся. Я прошу тебя, улыбайся. Я хочу, чтобы он видел, как ты счастлива. Спокойной ночи. Ботов и ворк. Вы оба работаете. Вам же будет очень сложно справиться с ребенком. Не хотите взять няню? О, это ни к чему. Послушайте, у нас есть четкий план. Как только мы берем малыша, Дарья тут же уходит с работы. Она сможет заниматься домом, малышом, семьей, а я, в свою очередь, полностью, всеми своими силами, отдамся развитию нашей компании. Дарья? Я не думаю, что она не нравится эту идею. Мне кажется, ей это не нравится. Она... Ну что, это вообще ее идея. Она сама это предложила. Правда, любимая? Да. Дарья, что это было? Я, кажется, просил тебя быть приветливой, а ты сидишь весь вечер с кислой миной. Ты за меня будешь решать работать мне, или нет? Да на кой черт нам нужна эта няня? С твоей нищенской зарплатой, вот ей-богу, лучше сидеть дома. Тебя забыла спросить. А, я понял, да. Ты мне просто завидуешь? Тебе, тебе жалко, что у меня пошел карьерный рост, и ты пытаешься все испортить. Ты что-то несешь. Курчит из себя барина. На, убирай за ним все. Что? Да ты... Неужели скандалит? Бетренки? Все, с меня хватит. Стоять! Куда собралась? Так не пойду, Дима. Куда не пойду? Пусти меня, я сказала. Пусти, пусти. Эй, ребят. Кто там? Свои, свои. О, привет, ребят. Олег, а что у вас случилось? Да ничего, все в порядке. А где Даша? Даша! 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 Что случилось? Даша, ты в порядке? Ты жила? Все хорошо, все с нами. Ребят! Что, все в порядке? Да вы чего, ребят? Там мы просто ужинали. Дашка споткнулась и за скатерть схватилась, сядут с посудового пола, хлопысь. А вы что подумали? Подумали, что мордобой. Вообще да. Ну, какой у нас мордобой может быть? Дима, Энда, я возьми, пожалуйста. Ну-ка, замри. Чего? Это что такое? Он тебя бьет? Нет, я сама ударилась. Не ври, это следы от пальцев. Зачем ты терпишь этого подонка? Твое дело. Пойду поговорю с ним. Жень. Жень, не надо! Зубринский, ты куда? По делам. Женя, подожди! Даша, что происходит? Да, стой! Стойте, стойте, стойте! За той машиной! Да, распустил ты сотрудников, Иваныч. Не говори, Михалыч. Спасибо. За мной. Ну что, я вызвала такси? Так, никакого такси. Я сам отвезу в отель, потом в аэропорт. Такси отменяй. Позвольте вручить от нашего коллектива. Браво! Мужчина, вы куда? Олег, Олег, Олег! Можешь ты на пару слов? Ты видишь, я занят. Пожалуйста, очень надо. Давай отойдем. На минуту. Что ты хочешь? Я тебя задашу. Ты что? Что происходит? Это какой-то сумасшедший. Сейчас его увидят. Босс. Вы босс этого подонка? Женя, отпустите его. А вы кто? Охрану, убедите немедленно. Я коллега его жены, он ее бьет. Оставьте, оставьте его. Это правда? Это конечно неправда, какие-то выдумки. Что ты молчишь? Покажи, у вас на руки. Покажи. Это правда. Да не верьте, они любовники. Это я жертва. Все нормально. Олег, вы уволили. Как? Господин Динаш, господин Динаш, подождите, но все объяснило. Вам это просто так с рук не сойдет. Оба пожалеете. Он едет за бланком. Подаст в суд на лабораторию. Понимаю. Попробуем перехватить. Вроде не домой едет. Не домой. Догадываешься, куда? Он сюда повернул. Черт, упустили. Кажется, я знаю, куда он собрался. Что за черт? Простите. Может, что-то срочное. Да, Даша. Привет. Привет. Скажи, Олег у тебя не просил ничего спрятать? Нет, ничего не просила. А что? У меня к тебе дело будет очень важное. Если все-таки Дашка от меня уйдет, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому открыл специальный счет в банке. Вот здесь все документы. Пускай у тебя полежат. Ты там спрячь куда-нибудь. Ну, если разведемся, от Даши ей. От меня она ничего не возьмет. От тебя возьмет. Пожалуйста, не ври. Это очень важно. Валера, он украл у меня бланк с тестом ДНК. У меня у лаборатории будут неприятности. Пожалуйста. Нет, но бланка он мне никакого не давал. Валера, ну мы же еще не закончили. Да, сейчас, сейчас. Валера. Сейчас, сейчас, сейчас. Долго еще ждать? Валера. Валера, ну нельзя. Можно, пусть идите, я почти родственничный. Девушка, да я на одну минуту. Ну, что ж такое, Валера, помнишь я? Валера, дай сюда папку, пожалуйста. Выйдите. Дай секундочку. Девушка, подождите сейчас. Упускайся в коридоре, да? Светочка, тихо. Я прошу просить. Коридоре. Спасибо, извините. Беги. Давай. Спасибо. А где бланк? Какой бланк? Тест на отцовство. Ты же говорил, там банковский счет для Дашки. Дружище, я тебе потом все объясню. Это какая-то важная улика, понимаешь? Я не видел бланка никакого. Может, ты больше с тобой бросила? Ах, ты предатель. Я тебя другом считал. Да в гробу я видел таких друзей. Даша, вон. Тихо, тихо. Я тебя отец. Давай, иди, 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 иди. Руки. Руки. Это я тебе должок вернул. Вы что себе позволяете? Работнички, а? Сбежали. В разгар рабочего дня. А это что такое? А? Ты с кем опять дрался? Вот только не надо. Не надо мне рассказывать сказки про недовольных анализами клиентов. Что? Опять из-за нее? Слушайте, у вас... Роман, что ли? Нет. А что? Я жду объяснений. Родион Иванович. У меня пытались отобрать очень важные документы. А Женя меня спас. И получил по лицу. Значит так, Даша, берите отпуск и переведите себя в порядок. А то вечно на вас нападают. А вот ты, Зубрицкий, ты будешь работать две недели без выходных. Это несправедливо. Справедливо? Я согласен. Ты же мне герой. Дашунь, а почему он взял твою машину вместо своей? Он ее продает. Слушай, как продает? Это же подарок. Мы разводимся. Он хочет собрать все свои вещи. А подожди, она разве не на тебя оформлена? Мне все равно. Пусть забирает все. Все, что ему принадлежит, и уходит. Знаешь, ты молодец. Правильно. Самое главное, что ты решила послать этого козла. Все, все. Все, так не расстраивайся. Знаешь, что завтра? Да. Разводитесь. Это все очень сильно усложнит. Вам придется по-новому собрать документы. Проходить собеседование. Да и вообще-то... Ну, хоть какой-то шанс у меня есть. Я могу себя обеспечить. У меня квартира есть. В конце концов, я здорова. Вредных привычек нет. Ну, закон не запрещает одиноким гражданам усыновлять детей. Но, как правило, в приоритете у нас только полная семья. Понимаете? Я понимаю. Но ребенок мне уже как родной. Вы это понимаете? Пожалуйста. Ну, хоть что-нибудь можно сделать? Мы попробуем. И учтем ваше участие в судьбе мальчика. Думаю, для начала нам нужно будет оформить опеку. Хорошо. А уже потом, через несколько месяцев, приступать к процедуре усыновления. Тогда будет больше шансов, что суд примет положительное решение. Угу. Ваше участие в судьбе мальчика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok